играешь танки подписывайся на мой канал индомита вот и обязательно прожимай колокольчик здорово танкисты всем привет с вами серёга с вами индомита сегодня с очередной обзор танков нашей любимой игры world of tanks и у нас на обзоре танчик премиальный 3 уровня америка мтлс 1 g14 вот легкий танк сегодня мы с вами какой красавец пулеметами разберем хорошая ли эта машина в песке насколько она хороша можно ли на ней по фаново фаново покататься можно даже по фармить серебра давайте разбираться предлагаю сначала пойти посмотреть бронирование данного агрегата идем итак вот наш мтлс сдвоенная пушка все как полагается и смотрите спереди какой он красный центральная часть между нлд и влд у нас так дайте управе поставим вот у нас 38 ну такое что то есть броня в лд у него рикошетные в приведенки почти 70 здесь у нас 67 подбашенная рубка у нас 39 ну в районе 40 башня у нас 60 38 40 87 на этот здесь на скосах там вот эти закругления идут под маской орудия по бокам ну справа и слева сама маска 40 59 38 но это броня говорит о том что на третьем уровне вы сможете ей отбивать основной массой брони сможете отбивать только пулеметные не голдовые снаряды каких-то пушек пулеметных вот этой частью вы будете еще рикошетить ну практически да много чего будете рикошетить потому что там хорошие углы да ну кто вам туда будет стрелять капит вами вот такая огромная вещь по поводу бортов у нас здесь 25 миллиметров вот от борта танковать не с одну низом рикошетит щека кстати тоже рикошетит она завалена еще и вертикали ну что-то даже можете танковать рикошет 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 но одиночные пушки с хорошим пробить и пробить им по правилу 3 калибру вы конечно рикошет не будет да вот вот такой вот брониры короче только против пулеметов нормальные пушки вас будут бить давайте посмотрим пушечку вот пушку у нас здесь на два снаряда с двойное орудие стреляет поочередно с небольшой задержкой а в 0 5 секунды и казалось бы что такое полсекунды да это быстро а нет первый выстрел заходит цель а от 2 выстрела надо цель уезжает поэтому ну вот так вот средний урона здесь всего лишь 40 на один выстрел пробитие на основном старе достаточно неплохой 68 на голде 92 и как для для третьего уровня это хорошее пробитие на голде понятно она на основном тоже неплохой вот время полной перезарядки почти пять секунд вот время сведения свой стать комфортно действительно полторы секунды разброс понятно пулеметная пушка 042 вот по оборудованию дайте смотреть по оборудованию я рекомендую на младших левел в песке всегда однозначно ставить турбину вот здесь я вам то же самое скажу ну и конечно просветленный опыт позволит осветить для ваших союзников тем сам будет уносить дополнительный ассист по засвету что вам будет идти в копилке и по серебру и в целом по опыту на так вот по снарядам основной снаряд здесь ббх летит 782 не ах как быстро а вот голда здесь уже прикольно летит 978 метров в секунду по снаряжению стандартный комплект ремка аптечка экипаж 4 члена экипажа у нас есть наводчик есть радист но нету заряжающего данный пулемет автоматическая система заряжается сама вот первым перком командиру лампу всем остальным ремонт вторым перком абсолютно всем боевое братство дальше качать как показано в таблице поставили вот такое оборудование экипаж у нас двухперковый почти да вот по огневой мощи кстати у в н углы вертикальной наводки в мину вну вниз пушка клонится аж на целых 11 почти 12 градусов и это хорошо а мы помним что у нас броня какая-то даже есть в башне что на рельефных картах нам будет помогать вот по хп здесь 410 ну не так уж и много для третьего уровня на третьих бывает и по 470 у нас 410 ну ничего переживем по мобильности мобильность у него в меняем почти 60 километров в час вперед 22 назад почти 30 лошадей на тонну едет он нормально прям настоящий настоящий элитный легкий танк вот так по незаметности танк высокий поэтому были незаметно здесь такая себе 23 418 у меня правда не вкачан перк везде по незаметности был бы побольше по 30 даже где-то ну как для лтшки такой средний показатель 317 метров обзор у нас вот обзор у него слабого есть лтшки на третьем уровне которых обзор 350 и даже доходит на некоторых до 370 у нас извините но такой себе слабоват вот как же играется машина обычный легкий танк единственно тут нужно привыкать к пушке рассчитывать на свою броню вам особо не придется сильно до против пулеметов что-то будете отбивать против обычных пушек нет подвижность это плюс броня и плюс и минус пушка тоже и плюс и минус то есть хорошее пробитие достаточно быстро сводится а вот а вот а вот а стрелять поочередно задержка 0 5 секунд вы очень часто 2 снаряд не будете ложить в цель так что пушечки здесь нам привыкать предлагаю уже отправляться бой пощупать подергать за рычаги что такое мтлс 1 же 14 как он играется вообще комфорт некомфортный танк погнали так попали мы на руинберг господа у нас обзор танка мтлс 1 же 14 америка 3 прям танчик 3 уровня вот такая сдвоенная пушка стреляет правда по очереди прадедушка наших двухствольных танков лет которых недавно только вышло да там 8 9 10 сейчас поедем проверять так поедем в город поедем в город пцм ппппз3 вот есть бронированный у них там сейчас будет весело у нас джедай есть джедай сразу в атаку он может себе позволить наши джедай сразу в атаку так сводимся сводимся наводимся у нас на зеленке так что целом дергать не надо явно получил лицо у заруба в центре какая враги повсюду это мне нравится вон он инвалид там поедем инвалиды бить обижать конечно нехорошо это враг уже близко хорошо пошло вывел его из строя это мне нравится но все нас убили пришла откуда не ждали ну бой выигрышный 434 успели накакать да будет больше не вживание нужна новая тачка т-46 да был такой быстрый бой но это и песок ну что я хочу сказать когда с этого танка стреляете нельзя дрыгать прицелом стреляете в одну точку и стреляете больше урона будете наносить очередность выстрелов с небольшой задержкой говорит о том что когда вы целитесь танку наносите урон есть шанс что танк в этот момент отъедет под второй ваш выстрел и вы просто не успеете дать дамага либо просто банально не попадете а а меня задели так 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 спорный достаточно п.з. наш вы не п.з. как он называется м т.л.с. 1 уже 14 вот как для прем танка на нем фармить но есть более интересные машины где точность выстрелов будет гораздо эффективнее выше прямо сказать что это какая-то имба нет нет хорошая подвижность нормальное пробитие правда на голде брони нету даже говорить тут нечего обзор ну такой пушка к ней надо привыкать и не всегда она позволит вам делать прям супер хороший результат но это мое мнение поэтому господа пишите ваши комментарии как вам прям танчик 3 вот этот американский да на какого оборудования на нем ездите заходит вам не заходит по мне так странно во первых высокий это прям в него попадать легко был бы приземистый как тот же самый pz3 и германии у него и брони побольше все такое ну это прям . я вам сейчас говорил про покачивание вот мне прям не зашел не знаю может быть просто не умеет на нем играть но я говорю очень такая необычная вот ставьте лайкос подписаны канал и до скорых встреч пока играешь танки подписывайся на мой канал эндомита вот и обязательно нажимай колокольчик